Подготовка Донецка к проведению Евро-2012 одна из наиболее актуальных тем сегодня. Одним из открытых вопросов остается размещение иностранных гостей и болельщиков в черте города. Гостиницы одна за одной готовятся к расширению, чтобы тоже стать частью футбольного мероприятия. Этот гостиничный комплекс находится в центре Донецка. Иностранных гостей здесь принимают уже более пяти лет, поэтому общение с туристами персоналу не в новинку. Но к этому шли постепенно, рассказали в гостинице. Сервису европейского уровня работников обучали на специальных тренингах. Есть специальная программа подготовки, подбора кадров. Отбирают специальных людей. Также мы подотавливаем кадры в будущем. Отсылаем на семинары, отсылаем на разные конференции. Мы можем изъясниться на основных языках. Я вам даже привести пример. Английский, французский, немецкий. Это как минимум по всем статьям. Смотрите, гостиница у нас сравнительно маленькая, 38 номеров. За два года до проведения турнира руководство гостиницы решило увеличить количество номеров. В новом здании появится более сотни комнат. Строительство обещают закончить уже в августе следующего года. А вот в планах городских властей возведение еще трех гостиниц. Однако по срокам строители отстают. Пока только заложен фундамент зданий и то не везде. Но в мэрии заверили, к чемпионату в Донецке будет даже больше мест для гостей, чем положено. Для того, чтобы провести групповой турнир, по требованию УИФА нам необходимо иметь 2945 номеров в гостиницах города. В том числе 5 звезд 1420, 4 315 и 3 210 по комфортности. Таким образом мы вопросы размещения решаем. Однако свободного места для проведения таких масштабных стройк в городе не так и много, рассказали архитекторы. Выход увидели в реконструкции существующих гостиниц. Рассказали, дополнительные этажи дадут дополнительные места. Но разрешение на надстройку владельцы гостиниц получат только после обследования зданий. Мы выполняем обследование здания, изучаем исходную проектную документацию, выполняем определение фактических характеристик материалов и конструкций. И на основании этого выполняем перерасчет и даем заключение, насколько можно еще догрузить путем надстройки конструкции и грунты основания. Разрешение на дополнительные этажи пока получили только три гостиницы. Этого будет достаточно для приема футбольных болельщиков, говорят власти города. Но на всякий случай в запасе держат пансионаты на побережье Азовского моря и в Светогорске. Злата Баярачна, Евгений Красюков, Панорама.